В Государственной Думе России сегодня прошли масштабные парламентско-общественные слушания, посвященные изменениям пенсионного законодательства. В заседании Думы приняли участие не только депутаты, но также эксперты, представители гражданского общества, регионов, бизнеса. Всего около 600 человек. Всего в преддверии заседания было собрано не менее 100 ключевых поправок. Напомню, слушанием предшествовала работа в регионах. Высказать свое мнение о пенсионной системе мог каждый желающий. Так, в частности, жители Мариэл могли направить свои предложения в общественную палату республики. Кроме того, работу с гражданами вели представители политических партий, среди них и Единая Россия. В понедельник в Москве состоялось заседание Генерального совета партии, на котором рассматривались в том числе предложения, поступившие из Мариэл. Предложения, которые рассматривались на Генеральном совете, шли после того, как в регионах такие же прошли обсуждения и были встречи. У нас в республике также прошли площадки встречи в наших муниципальных образованиях. Мы на заседание нашего регионального полица рассмотрели эти предложения и направили. Что отрадно отметить, мы заметили, что вчера на заседании Генерального совета наши предложения учтены при подготовке соответствующих предложений. В частности, предлагается сейчас партией для женщин, для мужчин, для досрочного выхода на пенсию снизить общий трудовой стаж для женщин на 37 лет, для мужчин на 42 года. Для людей предпенсионного возраста решить вопросы обязательной диспансеризации раз в год бесплатно, чтобы работодатель в этом деле оказал содействие. Также в отношении увеличения дополнительного отпуска людей предпенсионного возраста. И связаны с сохранением льгот для женщин 55 лет и мужчин 60 лет. Все, что установлено нашим региональным законодательством. Это связано с оплатой услуг ЖКХ, медикаменты и так далее. Чтобы это все сохранилось, и задача «Единой России» как раз направлена для того, чтобы пенсии в Российской Федерации у людей увеличились. И качество увеличилось. Вот это наша ключевая задача. Но и самый момент следующий, что партия вот эти все предложения, которые рассмотрела, представит президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Отмечу также, что на заседании Генерального совета «Единой России» было принято решение об отказе от пенсионных преференций для единороссов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Проще говоря, члены партии, работающие или работавшие в верхней и нижней палатах парламента страны, отказываются от ежемесячной надбавки к пенсии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова